Классическое украшение в виде жемчуга ворвалось во все пьюти-тренды и даже возглавило их. Сейчас мы покажем вам совсем несложный фэшн-образ. Сначала мы подготавливаем лицо тоником. Потом наносим увлажняющий крем Embryolisse. Следующий этап – идеальный тон. Я использую тональную основу Тон Миракл от Lancome номер 010. Потом прошлась консилером по некоторым недостаткам кожи и в зоне вокруг глаз. В этом образе не нужно жесткого скульптурирования, достаточно легкого морозного румянца и обильного нанесения хайлайтера. Теперь переходим к бровям. Зачесываем волоски наверх и в недостающих местах прокрашиваем тенями бровь, имитируя волоски. Образ у нас очень легкий и воздушный. И в то же время очень яркий и нарядный, благодаря стразам в виде жемчуга. Поэтому мы не будем утяжелять верхнее веко, просто нанесем жидкий хайлайтер и густо пройдемся тушью по ресницам. Теперь переходим к губам. В самом начале мейкапа мы их уже увлажнили бальзамом, а сейчас сверху наносим матовый тинт в натуральном оттенке, чтобы подчеркнуть морозную свежесть. И, наконец, кульминационный момент – клеим жемчужины. Их можно приобрести в любом художественном магазине. Я, например, буду использовать бусинки, на которых уже есть клей. Или же их можно приклеить обычным клеем для ресниц, а для удобства использовать пинцет. Все, наш образ готов. Мейкап выглядит очень ярко, празднично. В то же время образ получается неперегруженным, изящным, в стиле арт-деко или классическом мотиве Coco Chanel. Не зря она говорила, что жемчуг всегда прав. Нельзя не согласиться. Этот мейкап даже можно использовать вместо украшений. Уверена, у вас все получится. Теперь переходим к прическе. Набираем пряди у лица, чтобы проплести косички. Их может быть несколько. В нашем случае их две. Теперь осталось главное. Создать текстуру а-ля дреды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наносим на волосы термозащиту, затем создаем текстурные объемные волны. Наша прическа готова!